Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Чицбург, муж этот прекрасный. Ну почему они должны быть плохие? Главное – беленький, под рубашечкой. Особая керамика, все это хорошо. Это надо мелко. Давай. Ну что? Само время заняться целебной кулинарией. Я Геннадий Малахов, приветствую вас у Кранов, а мы гостю Таню Ларич у себя на кухне. У нас сегодня в меню капустное блюдо. Витаминный салат. Ну, по крайней мере, мы и так нацелились, а также все-таки получить вот этот ваш фирменный секрет. Салата. Салата, да. Как там уже слухи ходят. Мы делаем салат. Салат. Мы берем капусту. Вот у нас есть капуста, свеженькая капуста. Берем терочку. Терочку возьмем не такую маленькую, а побольше. Можно вот такую взять или вот такую возьмем. То, что надо будет. И натираем все это на терочке. Берем и пошли. Как мы знаем, капуста бывает разная. Белокочанная, краснокочанная, цветная, бруссельская, бракколи, брокколи, кольраби. Вот далеко не полный перечень всех видов капусты. Вкус у капусты, как мы знаем, вяжущий. А свойства? Свойства такие. Она холодна в первой степени и суха во второй. Действия. Действия на жизненные принципы. Увеличивает ветер, подавляет желчь и слизь. Она обладает размягчающими свойствами и сваривающими. Препятствует опьянению, полезно хмельному человеку. Одинакового размера. Но это ничего. Одинакового размера. Еще надо капуста. Ну, для того, чтобы попробовать, нам хватит этого. А так можно побольше. На всю семью так можно побольше. Так, есть у нас. Теперь смотри, мы берем морковочку. Морковочку также. И ты любишь какую? Сладенькую. Да. Сладенькую. Сладенькую, но как бы чуть-чуть остренькую, так скажем. Но чуть-чуть остренькую. Смотрите, тогда для остроты мы добавим чуточек имбиря. Чуточек? Чуточек. Все, больше. Хорошо. Больше не надо этого делать, раз мы хотим остренькую получить. Так. Теперь мы можем добавить зелени, что у нас осталось сюда. Все это перемешиваем. И весь секрет, если мы хотим сладенького, заключается в майонезе. Майонез делаем следующим образом. У нас остался желток. Мы его не выбросили. А вот, сохранили, желточек у нас есть. Вот он. Теперь мы сюда добавляем немножечко растительного масла. Пожалуйста. Танюша, где у нас масло? Вот. Так, растительное масло? Да, желток? Да, да, да. Вот так вот. Раз. Одну столовую ложечку, не более. Теперь у нас мед. Мы берем медочек. Так, где у нас чистенькая ложечка? Вот она у нас чистенькая ложечка. Опа. Медочек. И взбиваем? И взбиваем, правильно. Как? Да, да, да. Да мы долго будем взбивать этот мед. Не, 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 не. А лимону можно чуть-чуть? А давай мы сделаем... Два варианта. Два варианта, да. И один... Оба будут целебные. Оба будут целебные. Но мы сделаем, значит, так. Так, возьмем желток яйца и возьмем лимонный сок и мед. Все. Это, смотри, один. А, без оливкового масла. Да. Это один вариант. Ничего себе. Теперь, смотри, это у нас сейчас будет другой вариант. Хорошо, без оливкового масла. Да. Лимончик мы разрезаем. Давайте я вот это уберу уже. Выдавливаем сок. Вот он у нас пошел, сок. Смотрите, как хорошо бегит. Ага. Ах! Сок белокочанной капусты. Самым ценным свойством капусты является высокое содержание в ней серы, хлора и йода. Соединение серы и хлора очищают слизистую оболочку, желудка и кишечника. Сок белокочанной капусты повышает секретронную функцию желудка, улучшает деятельность кишечника при запорах, оказывает мочегонное действие. Широко используется при сердечно-сосудистых заболеваниях, способствует выведению из организма холестерина, препятствует развитию атеросклероза, нормализует жировой обмен. Рекомендуется больным сахарным диабетом, способствует удалению из организма лишней жидкости, улучшает работу мышц, а самое важное сердце. Применяется при заболеваниях печени, например, при гепатите, а также повышает аппетит. Благодаря наличию противоязвенного фактора капустный сок специфически действует на язвенный процесс в слизистой оболочке желудка, повышает сопротивляемость слизистой к повреждающим факторам, и лечение в течение 3-4 недель соком капусты приводит нередко к полному выздоровлению больного, а надо пить по 5-6 стаканов в день в 3-4 приема за 40-50 минут до еды. Профилактически повторяют курс через 4-6 месяцев. Почему нельзя вместе лимонный сок с оливковым маслом мешать? Нет, можно там мешать, но для того, чтобы у нас получился целебный продукт, то лучше всего особо его не мешать. Так, теперь мы сюда добавляем все яйцо или тоже только желток? Желток. Отделяем желточек. Вот, смотрите, как мы раз, и у нас получился вот желточек. Хоп, перелили. Все, у нас есть. Кстати, белок не выбрасываем, он подойдет. Так, и добавляем опять-таки меда. Мед у нас есть. Слушайте, а у меня еще вопрос был про кочерыжку. Что полезнее? Вот вообще в кочерыжке, вроде как в самом твердом месте капусты, должно собраться все полезное. И детям кочерыжку дают. А сейчас я задумалась, может быть в этой кочерыжке наоборот собирается много ненужного? Вот такой вопрос. Ну, я думаю, что кочерыжка особенно полезна, конечно, для того, чтобы сживать. И если капуста натуральная, то кочерыжку обязательно едим. Люди, потребляющие в течение дня свежий салат из капусты или похлебку с вкусными хрустящими кусочками капусты, отличаются здоровьем и долголетием. Употреблять капусту можно свежей, как самостоятельное блюдо, или в смеси с другими овощами и даже фруктами, поскольку ее нежные листья, как и фрукты, перевариваются не дольше, чем полтора-два часа. Вот, и смотри, что мы делаем теперь. Мы делим на две порции и поливаем разным майонезиком. Так, вот этот мы поливаем с лимонным соком. Так, хватит его. А этот мы поливаем с салюковым маслом. Вот. И пробуем. Так, что у нас тут получилось, как раз на пробу. Вот так. Сладкий. С имбирьком. Очень приятный на вкус. Лично для меня. Не знаю, как для Танюши. Ну-ка, попробуй. Вот она, твоя ложечка. Я вилочку взяла? Да, вот отсюда. Попробуй. Где сладкий? Сладкий-то вот этот. Она и этот сладкий, и тот сладкий. Ну-ка, покушай. Этот сладкий. Этот сладкий. Да, и этот будет сладкий. Ну-ка. А вот этот уже то, что я хотела. Кисло-сладкий. Ну, а яблочко еще сюда можно потереть. Можно. Как вариант. Прекрасный. Быстрый, прекрасный салат. Не надо никакого уксуса, не надо всю ночь раздать в холодильнике. Вот кислый, вот, значит, сладкий. Может, чуть-чуть добавить. Это уже по желанию. Можно сюда добавить яблочко. Значит, когда мы с вами добавляем сюда еще яблочко, получается такое средство, которое будет еще хорошо восстанавливать наш укроп. Дополнительно все эти пектины, которые здесь есть. Салатики будут прекрасно. Для крови, да? Для крови полезно. Будет еще очищать наш организм. Вот. А там и перебыл? Вот здесь, да, немножко имбиря. Ой, как вкусно. Желток, лимон. Желток, лимон. Мед. Да. Все. Если меда взять побольше, он будет слажен. Если лимона взять побольше, значит, он будет более кислый. И вся разница. Большое спасибо. Капуста исключительно полезное растение. Она незаменима при нарушениях функции щитовидной железы, так как в ней много йода. И при недостаточности почек. Наличие меди делает ее целебной при поражении центральной нервной системы. И некоторые вещества особенно полезны при нарушениях жирового обмена. Замечено еще одно целебное свойство капусты и морковы. Эти овощи обладают противоязвенным фактором, способствующим быстрому излечению от язв желудочно-кишечного тракта. Капустные листья обладают интересной способностью. При нарушении их целостности в них образуется дополнительно витамин С. Вот почему его больше в квашеной капусте, чем в свежей. Запоминайте. Питательная ценность цветной капусты выше, чем в белокочанной. И знаете почему? В ней богаче состав витаминов и минеральных веществ, способствующих углеводному и жировому обмену. А это значит, что с помощью капусты можно делаться стройным. А вот капуста брокколи по своему химическому составу и питательным свойствам превосходит другие виды капусты. В ней вдвое больше витамина С, нежели в цветной и почти в 50 раз больше каротина, а из него в организме образуется витамин А. А по содержанию белка брокколи превосходит шпинат и спаржу. По количеству калия, магния и железа брюссельская капуста превосходит все другие виды капусты. Ее можно считать омолаживающим средством, предупреждающим развитие атеросклероза. Атеросклероз, как мы знаем, бич современного общества. Им страдают все. И самое важное, что эта болезнь молодеет. При употреблении свежеприготовленного капустного сока заметно восстанавливается эмаль на зубах и улучшается цвет лица. Для получения результатов следует выпивать не менее трех стаканов сока в день. Лучше всего капустный сок комбинировать вместе с морковным и свекольным соком. Можно попробовать и с яблочным. Я уверен, будет очень вкусная смесь. Потребление данных соков по 1-1,5 литра в день быстро вымоет токсины из организма, нормализует кислочно-щелочное равновесие в организме. Но возможно кризисное состояние, которое указывает на энергичное действие этих целебных соков. При наступлении кризиса, а именно сильного послабления, поголодайте 24-36 часов, чтобы все стихло и успокоилось. Если после питья сока капусты в кишечнике образуется большое количество газа или наблюдаются другие явления дискомфорта, это может быть следствием большого накопления токсических веществ в кишках. В таких случаях рекомендуется перед употреблением большого количества сока капусты очистить желудочно-кишечный тракт, выпивая ежедневно морковный сок, либо смесь его с соком шпината в течение 2-3 недель. Одновременно с этим ежедневно выполняйте очистительные клизмы. Замечено, что когда организм нормально усваивает капустный сок, он действует как идеальное очистительное средство, особенно при ожирении. А вот добавление соли к капусте или ее соку не только уничтожает ее ценность, но и вредно. Смесь соков моркови и капусты образует великолепный источник витамина С. Это особенно полезно при заболеваниях десен, чтобы десны были крепкие. Пейте этот сок. А вот сок с медом один к одному повышает кислотность желудочного сока, обладает отхаркивающим и противокашливающим действием. Начинайте с половины стакана 3 раза в день до еды в теплом виде в течение 3-4 недель курс. А вот при весеннем недомогании рекомендуется употреблять 1 стакан сока свежей или квашеной капусты натощак. В разведении один к одному пьют сок по 1-3-1-4 стаканы за 30-40 минут до еды, как сахаропонижающее средство. Диабетикам на заметку. Капустный сок можно пить с лимонным или гранатовым соком с медом, что делает его гораздо вкуснее. А вот наружно, в виде примочек, сок капустный эффективен при таких кожных заболеваниях, как экзема, псориат, неродермит. Его или свежие листья капусты можно прикладывать к вискам, затылку, лбу, при головной боли, ожогах, ушибах, подагрических болях или колотье в боку. Не рекомендуется его пить при высокой кислотности желудочного сока, в симптомах перевозбуждения жизненного принципа ветра, когда могут быть газы, вздутие кишечника или понос. В этом случае сок капусты противопоказан. А вот сок капусты брокколи полезен при сахарном диабете. Он переваривается и усваивается буквально за несколько минут, обогащая организм человека кальцием, натрием, хлором, калием, фосфором, магнием, серой, азотом, железом, кремнием, йодом, марганцем, кислородом, водородом, фтором. Всеми этими биологически активными веществами в наилучшей, наиболее усваиваемой форме. Они жизненно необходимы каждому человеку. Данный сок содержит органическую воду, что чрезвычайно важно для восстановления в жаркое время года. На прощание мне бы хотелось сказать, пусть жизнь ваша будет радостной, а кулинария обязательно целебной. Доброго вам здоровья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч.